Добрый день! Сегодня программу про образы я хочу посвятить такой очень яркой теме, которая в последнее время занимала такую топовую строчку в обсуждениях, по крайней мере у меня на канале, еще в ряде источников. Это тема связанная с вакцинацией, которая предполагается в свете борьбы с коронавирусом. В моем случае естественно разговор идет не вообще о вакцинации, а конкретно о применении этой вакцины для учителей, которые должны по идее оказаться в числе первых, кому эта вакцина окажется доступной. Самый большой вопрос, который возникает у людей, это собственно первое, вообще безопасна ли эта самая вакцина и стоит ли ее использовать в этом смысле. Второй вопрос это как будет в отношении учителей применяться эта история, будет ли она обязательной или не будет обязательной. Вот я хочу посмотреть немножко в динамике развития вот этой дискуссии и выйти на сегодняшнюю информацию, которая прозвучала буквально сегодня. Начало всей этой истории положило вот сообщение московских властей, в частности замминистра столицы по вопросам соцразвития Анастасии Ираковой, которая недалее как 24 августа сообщила, что ношение масок для детей будет не обязательным в школах Москвы, а для работников образовательных учреждений ношение будет масок обязательным. Она добавила, что до начала учебного года все работники образовательных учреждений будут протестированы на коронавирус. Ну то есть речь идет о том, что все абсолютно работники, не только учителя, но и сотрудники пищеблоков, обслуживающий персонал и так далее, все пройдут в обязательном порядке тестирования на коронавирус. Но прозвучало именно так, то есть о том, что это будет именно тестирование на коронавирус, и это вызвало, ну например, у меня вопрос, а какой смысл в такой процедуре, если заразиться можно в любую секунду времени после прохождения тестирования и, ну это что, деньги на ветер или что. И до появления официального документа это было не совсем понятно. И в подтверждении этих слов появляется приказ Департамента образования науки города Москвы, по которому соответственно руководителям образовательных организаций предписано обеспечение до 28 августа 2020 года или до момента выхода на работу стопроцентный охват ИФА тестированием так называемым всех работников образовательных организаций, а также работников клининга, пищеблока, технического обслуживающего персонала и обеспечить в течение каждых 15 календарных дней проведение ПЦР-исследования на предмет наличия новой коронавирусной инфекции. Работники, не прошедшие ПЦР и ИФА тестирование к работе не допускаются. То есть действительно Департамент образования науки города Москвы достаточно жесткие требования ввел к работникам, то есть по сути дела принудительно заставив их проходить тестирование. Ну и разумеется вот появление такого приказа с такой жесткой постановкой опроса о проведении повального, что называется, тестирования подспудно всех учителей, всех сотрудников школ толкает к мысли о том, что ну если уж где тестирование, там и вакцинация. Но давайте немножко разберемся. Что такое ИФА тестирование? Это не что иное, как проверка на наличие антител к соответствующему вирусу, а вот непосредственно ПЦР- тестирование, это тестирование на наличие коронавируса, ну соответственно у человека. И таким образом, если посмотреть внимательно на этот документ, получается, что первым, что делается, это обеспечивается проверка тех учителей, тех сотрудников образовательных организаций, которые имеют, ну что называется, уже иммунитет к болезни. И второе, что делается, это каждые 15 дней, то есть каждые две недели снимаются показания у всех сотрудников на предмет наличия. И когда читаешь документ, вот это положение, оно как бы, в общем-то, и не очень-то вызывает сомнения, потому что, ну, действительно надо работать в школе, будучи здоровым. Но в этом же приказе в четвертом пункте есть, значит, четвертый раздел мероприятия по обеспечению санитарного режима во время работы образовательной организации. И здесь есть такой пункт 4.8. Обеспечить обязательное ношение средств индивидуальной защиты, маски одноразовые и многоразовые, пластиковые экраны, сотрудниками, посетителей, в том числе родителями, медицинскими работниками. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже одного раза в три часа, фильтров в соответствии с инструкцией по их применению. Для педагогов использование масок в общественных пространствах, зданий, коридоры, учительская, рекреация и так далее. Образовательные организации носят обязательный характер. В учебных кабинетах рекомендательный. В целях исключения педагога из числа контактных лиц в случае заболевания, обучающихся в классе. То есть речь идет о том, что непосредственно в классе педагог работает без маски, а вот по школе перемещается в маске. Вот такая как бы идея московских властей, ну, некий такой компромиссный вариант. Потому что первое, что подумали все, когда услышали объявление мраковой, что маски будут носить все без исключения в школе весь день. Что само по себе, в общем-то, конечно, вызывает массу вопросов, в том числе по поводу того, как вообще преподавать, скажем, русский, литературу, вести уроки иностранного языка, где артикуляция важна и прочее. Но я должен отметить, что помимо документов уровня региона, как вот в Москве приказ, также регламентируют работу школ еще и на местном уровне, то есть на уровне школ непосредственно сами руководители этих образовательных организаций. И вот тут, что происходит, здесь, конечно, уже могут быть совершенно уникальные вещи. Ну, вот как, например, мне прислали информацию по 459-й школе Санкт-Петербурга, это в Шушарах находящиеся школы. Здесь руководство школы доводит до сведения учителей и родителей, что для проведения уроков в кабинет к ученикам будут приходить учителя-предметники в масках и перчатках. Все учителя, так же, как и ученики, проходят обязательный контроль температуры. Учитель может снять маску только во время объяснения материала у доски с соблюдением установленной дистанции от учеников. После каждого урока будет обязательная дезинфекция в парт, ручек, дверей и проветривание кабинета. Проверка тетрадей учителям будет осуществляться в перчатках. Ну, вот это, конечно, явно превышающие те требования, которые озвучивают даже санитарные службы. Я уже не говорю о том, что нет таких требований ни в каких распоряжениях комитета по образованию. То есть это явно местные причуды руководства школы. И вот я думаю, что на местном уровне, конечно, разного рода такие перегибы на местах, как говорил Остап Бендер, они нас будут сейчас преследовать в ближайшее время точно, потому что всякий раз находится какой-нибудь чрезмерно напуганный директор или там какой-нибудь администратор завуч, который начинает закручивать гайки значительно круче, чем просили об этом сверху. Ну, сообщайте, мы будем публиковать такие вещи. Я думаю, что после публикации подобного рода решений, ну, как минимум, они будут пересмотрены в пользу и учителей в том числе, потому что вот это, конечно, это какая-то катастрофа. Я так не понимаю, как можно так относиться к своим же сотрудникам. Что же касается вот второго этапа, да, то есть вопрос о вакцинации. Тут депутат Государственной Думы Николай Николаев отправил запросы, соответственно, главам Минздрава и Минпросвещения с просьбой разъяснить, является ли вакцинация от коронавирусной эффекции обязательной для учителей и может ли отказ от нее служить основанием для их увольнения. И вот буквально сегодня Минздрав ответил, что, ну, точнее, пресс-службы Минздрава пока еще не официально в адрес депутата, а просто, значит, выпустил релиз, который был оттиражирован, соответственно, социалистов и массовой информации. И в этом пресс-релизе четко было сказано, что вообще вакцинация будет исключительно добровольной, в том числе для учителей. Что самое интересное, также сегодня в Кремле Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, также прокомментировал, что речи об обязательной вакцинации россиян от коронавируса идти не может. Каждый примет решение сам. А в свою очередь мэр Москвы Собянин сообщил, он пошел даже дальше. Он назвал сроки окончательной победы над, соответственно, ковидлой. Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. И в этом смысле получается, что вот мой тезис, который так бурно обсуждался в комментариях и который, на самом деле, почему-то многие комментаторы так и не поняли, о том, что само по себе наличие вакцины позволяет властям сегодня уже заявлять, ну, в частности, Собянину о том, что у нас все нормально, мы вот выходим на уже ситуацию победы над этой самой всемирной пандемией. Не знаю, время покажет, конечно, возможно, что и правы те, кто очень критично относится к всем заявлениям наших властей. Посмотрим. Ну, я должен отметить, кстати, что вот эта вся история с вакциной, она так очень жестко разделила, знаете, общество на свой и чужой. И вот я даже по комментариям вижу, насколько жестко реагируют люди. Понятно, что разговор о вакцине, он очень остро воспринимается, потому что это все-таки вопрос здоровья, да, вопрос безопасности, личной безопасности. И мне говорят, а вот вы на себя будете применять эту вакцину? Ну, понимаете, каждый в конечном счете имеет право, и, во-первых, об этом особо не распространяться, а, во-вторых, принимать решения самостоятельно, исходя из своих обстоятельств, да, из личных обстоятельств. Ну, есть люди, у которых там высокая степень доверия к своему организму и иммунитет, подтвержденный многолетним, там, скажем, наблюдениями. Есть люди, которые действительно реально переживают, потому что у них есть болезни какие-то, да, есть люди, у которых есть, может быть, сами они здоровы, но у них есть в окружении ближайшем и в непосредственном контакте, в частом, ну, скажем, там, престарелые родители, к примеру, да, и каждый человек живет в каком-то своем собственном, ну, своей собственной ситуации, поэтому принимать решения, конечно, должен каждый сам, исходя из того, насколько, во-первых, он находится в рисковой зоне, потому что, ну, вот, скажем, те же самые учителя, понятно, что находятся в рисковой зоне, потому что у учителя, там, обычно, вот, примерно, 150 контактов, это вот такой объем детей, с кем он общается ежедневно, да, но если это предметник, и, соответственно, понятно, что каждый из этих детей может оказаться, значит, носителем, в принципе, любой инфекции, любых вирусов и так далее, и поэтому понятно, что мы находимся в зоне риска, даже, наверное, больше, чем врачи, ну, за исключением, может быть, врачей, которые принимают пациентов в поликлинике. Исходя из вот этих обстоятельств, безусловно, каждый должен для себя делать вывод и принимать решения самостоятельно. И я очень рассчитываю, что вот слова, которые произносит сейчас Министерство, соответственно, здравоохранения, подтвердят на местах наши чиновники от образования, и в отношении учителей будет применяться именно эта практика, практика добровольного вакцинирования. Я думаю, что со временем, буквально там 2-3 месяца, как говорит Собянин, да, в пределах полугода, ну, школьная жизнь, я надеюсь, наладится и будет уже, может быть, не такой, как была до начала всей этой истории, но она, я думаю, что сильно-сильно успокоится. Так что желаю всем нам этого. Спасибо большое, оставайтесь на канале, в следующий раз поговорим о более интересных педагогических вопросах. Спасибо. До свидания.